Их сероптайл, вы на канале Ящерка Экзотики. Играем в зайчика, уже пятая серия, поехали. Кто мог прийти к нам в эти глуши? Мы ведь здесь никого не знаем. Растурные какие. Лепая мысль, что утерянные кусти пришли прямиком из леса, стала особенно неуепной. В прихожей зазвучали неразборчивые голоса. Подмывалось прятаться. Шкаф, под стол. Сознависку, куда любит прятаться Оля. Коша, погоди-ка сюда. К ногам с логгири привязались. Я поплес в коридор. Два мельционера завышали на пороге. От них пало морозом и тревогой. Мама, завидев машину с мигалками, обычно кривилась, ворчала. Уже бандитов. И сейчас она выглядела нисколько растерянно. Здравствуйте. Здравствуйте. Старший по званию мрачно кивнул. Тут мальчик вчера потерялся. Вовый зовут. Глянь, пожалуйста. Ты его не видел? Ты его не видел? Пационер потянул мне фотографию. Рыжий паренек лет восьми был запечален на фоне ковра. Он держал на руках полосатую кошку и широко улыбался. Нет. Точно? Точно. Посмотри внимательно. Я тебя ничего не вижу. Где мне его видеть? Я тут никого не знаю. Ты из дома-то почти не ухожу. А может, видел в окно? Не видел в окно. Да. У тебя ведь окна на лесу. Да не видел я ничего. Окно? Нет, не видел. Нет, не видел. Ясно. Ясно. Голос его был усталым, а вот взгляд. Долгий, невыносимый, тяжелый. Он смотрел на меня так, будто в чем-то подозревал. Его тень падала на меня, и я невольно сутулился под его весом смутной вины. Да въебу, хорошенечко. Наконец, оторвав от меня взгляд, милиционер бегло осмотрел прихожую, лисицу и трещины на потолке, которую он для почему-то до сих пор не замечал. Вы, кстати, как на новом месте? Попривыкли уже? Понемногу. Только вот дочка маленькая по городу скучает. Ну, а это... Скучает? Скучает? Из местных вас никто не беспокоит? Нет. Все хорошо, спасибо. Спасибо. Скорее, глаза милиционера вновь ввелись в меня, отчего голова сгружилась. Может, вам помочь как-то? Я спросила неуверенно, чтобы показаться себя воспитываемым мальчиком, и просто скорее закончить неприятный разговор. Я вот стою и думаю, ты, малец на перемешанных упаковок. Шустрый парнишка, твоих лет, с такими же окулярами, все книжками зачитывался, детективами. Когда летом погостить приезжал, говорит, что в школу милиция мечтает поступить. Понятно. Как я, хотел людям помогать. Смекаешь? Смекаю. Мне стало неловко, будто передо мной стоял не участковый, а кто-то из дальних родственников. О, ребятушки. Сидеть кого лучше дома. Не ввязывайтесь ни во что. Жизнь сейчас совсем другая пошла. Мамин голос был холоден. Мне ли не знать? Ну, да ладно. Ты, Антон, в каком классе учишься? В шестом. Понятно? В шестом. Друзей ты на новом месте еще не завел? Пока нет. Я только после каникул в школу пойду. Тогда вот вам на всякий случай звоните. Звоните, если вы узнаете, что. Милиционеры ушли и унесли с собой тени, запах дешевого одноколона и фотографии улыбающегося мальчика. Так. Храните, значит, слотик. Я надеюсь, вам понравилось это видео. Поставили лайк, подписались. И все роптайл, и всем удачи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!